Межгородские школьники изобрели цифровой накопитель, аналогов которому пока нет в мире. Он вмещает до 28 терабайт информации надежнее и гораздо дешевле, чем привычные флешки и жесткие диски. За основу старшеклассники взяли оргстекло. Изобретением уже заинтересовались ученые. Как работает новинка, узнала Вера Лагунова. Чтобы вы почувствовали, узнав, что на этом листке хранится 28 терабайт информации. Digital Sandwich, или в переводе с английского цифровой бутерброд. Такое название дали своему изобретению ученики Нижегородского математического лицея номер 82. Это не имеющий аналогов носитель информации. Бутерброд, потому что трехслойный. Слой оргстекладин. На него сверху светит такой большой мощный лазер. Оркстекло приобретает другую форму, которую прозвали ученые сосульками. Технология напоминает процесс изготовления вот таких известных всем сувениров. Только длина сосулек измеряется нанометрами. Информацию мы кодируем через разницу размеров этих самых сосулек. Мы планируем в каждой сосульке кодировать два бита информации. Далее стекло просвечивают другим лазером. Получаются окружности. Их считывает фотодетектор. А затем еще одно устройство, микроконтроллер, преобразует этот сигнал в набор нулей и единиц. Двоичный код, понятный любому компьютеру. На самый большой диск формата А4 по нашим подсчетам поместится до 28 терабайт информации. Всего в мире у нас сейчас 130 миллионов книг. И по нашим подсчетам все эти книги поместятся всего лишь на 6 диджитал сэндвичей. Кроме того, в отличие от существующих носителей, оргстекло не размагничивается. И в производстве бутерброд значительно дешевле, чем ставшие уже привычными флешки и жесткие диски. Сам листок А4, стеклянный диджитал сэндвич, он сам стоит 16 долларов, ну 600 рублей. Вот. То есть получается, что у нас 1 терабайт стоит буквально 20 рублей. То есть это просто очень мало. Команда старшеклассников трудилась над проектом полгода. В свободное от учебы время порой засиживались в школе до позднего вечера, а по ночам работали дома. В итоге видеопрезентация цифрового бутерброда впечатлила даже видных ученых. Не все для нашей страны с этой точки зрения потеряно. Если есть такие молодые кадры, то будем надеяться, что и наука наша будет продвигаться, в том числе и их усилиями. Сложно поверить, но этот ролик ребята сделали без чьей-либо помощи, а под студию переоборудовали школьный подвал. На первом ролике использовался мусорное ведро в качестве поставки для видеокамеры и ботинок одного из участников для микрофона. Цифровые бутерброды – продукт для крупных компаний, считают юные изобретатели. Например, на единственном в России предприятии, где производят реакторы для атомных ледоколов, информацию хранят на жестких дисках. Они недолговечны и по вместимости в разы уступают потенциалу сэндвича. Я думаю, что идея очень перспективна, потому что сейчас мы нуждаемся в емких носителях информации. Каникулы изобретатели тоже проводят в школе. Сейчас готовят серию экспериментов, мечтают к сентябрю сделать опытный образец устройства. Вера Лагунова, Александр Сухарев, Иван Бачков. Вести. Нижний Новгород.